МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На нашем канале время новостей. Я Егор Москвин. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Это будет лучший в мире центр дополнительного образования детей. Дворец пионеров на Воробьёвых горах ждёт реставрация. Сейчас ведутся работы по проектированию берегового крепления. Скалу под стенами Снитогорского монастыря в Пскове защитят от разрушения. Это будет более полный взгляд на западноевропейское искусство. Часть коллекции Екатеринбургского музея изобразительных искусств переезжает в Эрмитаж Урал. Дворец пионеров на Воробьёвых горах готовится к реставрации. Частично его планируют закрыть уже летом этого года. Сейчас определяют подрядчика, который будет работать с памятником советского модернизма. Голосование по проекту в связи с эпидемиологической обстановкой проходило онлайн, что очень насторожило местных жителей и родителей детей, которые посещают занятия в Дворце пионеров. Ситуация разбиралась Ксения Егорова. Дорогой гость Никита Сергеевич Хрущёв приехал к пионерам, чтобы вместе с ними отпраздновать открытие Дворца. Открывали Дворец пионеров первый день лета 1962-го. Наш человек уже был в космосе, пространство виделось вне границ. А команда молодых архитекторов Владимир Кубасов, Феликс Новиков, Игорь Покровский и другие была ограничена только собственной фантазией. Место для Дворца выбирали не случайно. В правом от нас, в плече Воробьёвых гор, находятся правительственные резиденции позднего Советского Союза. На левом плече правительственные резиденции хрущёвской эпохи. Посередине находится МГУ Дворец пионеров. Это совершенно не локальное явление, некое главное учреждение для детей на всю большую советскую страну. Свободные, устремлённые в будущее, лёгкие, таким его задумывали и воплотили. Сегодня комплекс Дворца — это 20 объектов культурного наследия, два регионального статуса, сам дворец с парком и фигура пионера, 18 объекты выявленные. То есть внешний облик каждого из них подлежит обязательному сохранению, как весь парк и ландшафт. Ни одного серьёзного масштабного ремонта с момента запуска этого комплекса зданий не проводилось. Поэтому там в высочайшей степени изношенности всего того, что скрыто, как правило, от глаза. Коммуникации, несущие конструкции, всё то, что обеспечивает жизнедеятельность. Вот всё это должно быть восстановлено и отремонтировано. Но вот главный вопрос — этот памятник живой, как и московское метро. Его невозможно просто взять и закрыть целиком. Здесь занимаются более 20 тысяч детей. Проблемы возникли не только с изношенными коммуникациями, но и с коммуникацией. Грядущее закрытие сильно обеспокоило родителей. И, похоже, у них мало информации. Вот это бы, конечно, самое, наверное, беспокоительное. Чтобы хотя бы люди знали, что должно происходить. Если выселение, то куда? Если реконструкция, то как? Хотелось бы, чтобы дворец вообще не закрывали. Продолжали занятия для детей, никуда не выселяли. И делали ремонт, как делали его раньше. Действительно, два корпуса дворца — четвёртый и пятый — уже реставрировали ранее. Они как раз и продолжат работу. Родители и дети очень рады, что мы здесь остаёмся. Мы нашли возможность, с помощью некоторых передвижек, лёгкого уплотнения, сохранить всё, что у нас было. То есть и железнодорожное моделирование, и робототехнику, и авиационные направления, и все компьютерные наши классы будут функционировать, как это происходило до сих пор. Для парусного спорта и оборонных кружков будет предоставлена база детского морского центра Петра Великого. Футболисты останутся на своём поле. Парк полностью перекрывать не будут. Обещают также не расширять дорожки в парке. Овраг останется оврагом и не станет амфитеатром. Кинологическая площадка останется на том же месте. Те, кто занимался в других корпусах, переедут в здания близлежащих школ. Весь ансамбль в связи с реконструкцией переезжает в ГБПУ Юго-Запад. Да, мы будем иметь два полноценных этажа, где сможем дальше продуктивно и активно реализовывать наши обучающие программы. Какой-либо дополнительной застройки на территории дворца не будет. Проект, получивший одобрение, максимально бережный по отношению к наследию советского модернизма. Заменить обещают лишь устаревшие инженерные сети, остекление, убрать позднее наслоение в виде перегородок и даже вернуть то, что было утрачено. Павильон, который находится прямо перед прудом, это исторически и было здание Тира. Сейчас он в полуразобранном состоянии. И мы планировали его отремонтировать и восстановить в том же объеме, в котором он был исторически. Когда реставрационные работы закончатся, дворец получит уникальный объект. Для страны и для мира это будет лучший в мире центр дополнительного образования детей. И самое важное, то, что этот центр, как и сейчас, у нас порядка 90% всех услуг, которые у нас здесь оказываются, они бесплатны для людей. И мы хотим, чтобы именно эта часть, касающаяся финансирования, сохранилась именно в таком механизме. Сейчас осталось определиться с подрядчиком. В плановых документах по заключению контрактов обозначен срок для закрытия на реставрацию с лета 2021-го. Если все пойдет по плану, то к началу учебного 2023-го года здесь должен открыться заново лучший дворец нашей страны. Ксения Гурова, Евгений Шевчуков, Александр Капустянский, Александр Шиповал. Новости культуры. Екатеринбургский музей изобразительных искусств начал переезд в здание культурно-просветительского центра «Эрмитаж Урал». Коллекция расположится в новом фондахранилище, а произведения западноевропейского искусства войдут в экспозицию «Уральского Эрмитажа». С подробностями Мария Глухова. Осторожно в белых перчатках и зала музея «Изовы» носят пейзаж Ильи Репина. Картины начинают готовить к переезду. Мы сначала заклеиваем все подвижные части, потому что во время перевозки может что-то, скажем так, начать двигаться, чтобы не повредить красочный слой холста. Затем картину запаковывают в несколько слоев пленки и отправляют в только что построенное здание фонда-хранилище. Здесь весь контроль климата, температуры, влажности, в системе безопасности у нас в случае задымления, пожара, что-то еще здесь присутствует. Для сохранности картин температура воздуха не должна превышать 20 градусов. А скульптуры из металла боятся пыли, поэтому их разместили в закрытых шкафах. В этих ящиках будут храниться графические произведения искусства. Их разместят горизонтально, чтобы не испортить бумагу, и спрячут от света, чтобы графика не выцвела. А вот за этой решеткой будет храниться мебель, часть которой музей «Изовы» еще в годы эвакуации передал государственный эрмитаж. Всего же фонда-хранилища отправится 16 тысяч произведений искусства. А ранее издание музея «Изовы» везли всю экспозицию западноевропейских художников. Картины переехали в новое здание музея «Эрмитаж-Урал». В этой экспозиции есть такая важная мемориальная составляющая, потому что это важный дар от «Эрмитажа», поэтому она переезжает в «Эрмитаж-Урал». Там тоже будет более 200 предметов. Это будет более полный взгляд на западноевропейское искусство, чем мы могли его увидеть здесь. В зале музея «Изовы», где располагались полотна зарубежных авторов, разместят картины советских художников. Мария Глухова, Степан Фатхиев, «Урал». Скалу, на которой стоит Снитогорский монастырь в Пскове, защитят от разрушения. Одна из древнейших обителей города находится в опасности. Может рухнуть в реку Великую с 30-ти метровой высоты. Сейчас разрабатывается проект системы укрепления берега. Подробности в репортаже Марины Михайловой. Железобетонные конструкции дали трещины. Работы по укреплению берега остановлены 10 лет назад из-за несостоятельности проекта. Башня и ограда древнейшего монастыря Псково, Снитогорского, в буквальном смысле нависают над пропастью. Выветривание скалы Дивонского известняка, на разломе которой построили монастырь, решено остановить в кратчайшие сроки. Сооружения, которые построены в настоящее время, в нашем проекте используются. Разбирать их никто не собирается. Мы их просто приспособим под существующий ландшафт. У нас же приведен конкурс среди проектных организаций. Мы его выигрывали и приступили только к работе. В списке ЮНЕСКО древнейший храм обители Рождества Богородицы 1311 года. В нем сохранились фрески периода расцвета Псковской школы монументальной живописи. Памятник находится в нескольких десятках метров от обрыва. Вплотную к обрыву расположена действующая трапезная церковь Николая Чудотворца 16 века. Сейчас ведутся работы по проектированию берегового укрепления, по проектированию и реконструкции стен монастыря. Идет проект по реконструкции и созданию южного флигеля. И также рассматривается проект по восстановлению башни. Выявлены самые аварийные участки скалы. С помощью современных технологий их закрепят. 210 метров берега реки Великой будут укреплены по всей высоте металлической сеткой и железобетонными контрфорсами. Их замаскируют кладкой из местного известняка. Газоном закроют установленную на своих набережную. Ее функция уменьшит разрушительную силу ледоходов. Марина Михайлова, Денис Алексеев, Псков. Издательство «Эксмо» продлевает международный конкурс иллюстраций «Приключения Чиполина в стране авангарда» в связи с большим интересом художников из разных стран. Подать заявку на участие теперь можно до середины февраля. Работу по мотивам сказки Джани Радари, выполненную в стиле советского авангарда 20-х годов, нужно загрузить на сайт. Победители объявят во второй половине мая. Иллюстрации будут опубликованы в новых изданиях книги на русском и итальянском языках. Продолжаем ждать еще больше работ. Работы все, знаете, очень необычные, креативные. И явно жюри будет очень непросто. Но мы найдем достойных победителей, отберем. И я уверен, что они получат и издание, и будут большие тиражи. Израильский хореограф Надав Зельнер репетирует в музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко. Весной его работу покажут на вечере современной хореографии. Надав Зельнер уверен, что язык тела – это не метафора. Интуитивно превращать эмоцию в движение он учит артистов по всему миру. Израильский хореограф Надав Зельнер впервые в России уже побывал на Красной площади, в Большом, в театре Станиславского и Немировича Данченко. Он фанат русской кухни и снежной зимы. Мы проводим много времени в зале на репетиции, но мне хотелось бы посмотреть больше всего в Москве. Здесь богатая история, красивые музеи и, конечно, балет. Надав учился в Центре современного танца в Израиле. Два года сам танцевал, потом ушел в хореографию. На кастинге в театре Станиславского и Немировича Данченко выбрал трех танцовщиков. Уже вторую неделю репетирует с ними. В балете Зельнера нет сюжета, но в каждом движении есть истории. Чтобы так двигаться, француз Джошуа Трия ломает не только свое тело, но и сознание, привыкшее к классике. У него свой язык, он очень особенный. Мы работаем очень много лицами с ним. И тоже мы двигаемся по-другому. Себя Надав считает человеком, который коллекционирует истории. Ему интересно все, что его окружает. Предметы, люди. Это абстрактная постановка, но для меня сюжет стоит за каждым движением. Я хочу научить танцовщиков чувствовать и соединять эти движения. Только так получится история. Танец Зельнера напоминает эксцентричную пантомиму, в которой история диктует хореографию. Здесь еще есть движение, я как кролон. Я нажимаю на этот насос и врастаю. И при этом я должен изобразить не только кролону, но и у меня во рту будет какая-то тянущая штука. Я ее должен растянуть ртом. И получается... Придумав одно движение, Зельнер на следующий день добавляет к нему новое. Порядок остается тот же, но деталей он добавляет еще больше. То есть, если вчера ты делал только руками и корпусом, сегодня он добавляет движение глазом, дальше оно будет глазом и щекой. Есть когда... Я как бы и насмехаюсь, но в это же время должно быть и страшно зрителям. Потом я немножечко как будто не в себе. Дальше я засыпаю на секундочку. Постановку покажут на вечере в современной хореографии на фестивале «Март» в Израиле. Проект «Четыре действия» объединяет двух русских и двух израильских хореографов. Елена Ворошилова, Ксения Гершанок, Сергей Скоридов. Новости культуры. Юбилейный 20-й международный зимний фестиваль «Гиперборея» проходит в Петрозаводске. На набережной мастера создают снежные и ледовые скульптуры. Также в программе ярмарки, концерты, зимние игры и соревнования. В конкурсе снежных и ледовых скульптур участвуют 30 команд. В этом году за их работой можно наблюдать онлайн. Победителей объявят 6 февраля, в последний день фестиваля. Многие ночью остаются работают. Какие-то перерывы у вас бывают? Ну, бывают, конечно, обедаем. Организаторы нам даже чайные паузы делают. То есть организаторы молодцы, хорошо поддерживают. Наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова